Ветераны Великой Отечественной на особом счету у местной власти, которая внимательно следит за тем, чтобы старики ни в чем не нуждались, чтобы за ними велся должный уход со стороны их родственников и близких. На должном уровне прошла и подготовка к акции. Предварительно мы созванивались, встречались с ними, посещали. Учащиеся нашего профессионального колледжа оказали помощь одному из ветеранов в складывании двора уборки дворовой территории. Также оказали помощь социальные службы в уборке дома жилого и наведению там порядка. То есть узнали то, что непосредственно нужно нашим ветеранам. Они уже перешагнули 90-летний рубеж, кто-то вернулся с войны инвалидом, кто-то потерял со временем зрение. Но в каждом доме ко встрече гостей очень готовились. В орденах и медалях, в наглаженных рубашках и со слезами на глазах солдаты Великой Отечественной были несказанно рады тому, что страна помнит о их заслугах. Вы не видите, но давайте я вам дам, вот посмотрите, вот такая красивая табличка, она красная, белым написана, ну очень красивая она. Будет висеть на вашем доме и все, и подрастающее поколение, и ваши, как говорится, родственники, и ваши соседи еще в очередной раз будут знать, что здесь живет великий человек. Спасибо. Желаю долгое, чтобы пожить. Спасибо. Встретить День Победы. Вам тоже. День освобождения Белоруссии. Спасибо. Живите, живите, радуйтесь. Желаю вас. Всего хорошего вам. О своей боевой молодости ветераны готовы рассказывать часами, потому что сейчас уже просто торопятся быть услышанными. Вот почему каждая встреча с общественностью становится для них настоящим праздником. Понимаю, я все удивлен. Да. Я это не ждал. Сюрприз. Правда, здорово. Сюрприз, да. Это первый раз, да. Это что я успел. Вам тоже счастья, всем здоровья, хорошего. Спасибо. Спасибо вам всем. Нестареющие и всеми любимые песни военных лет нарушили деревенскую тишину. Но кто может остаться равнодушным к легендарной Катюше? И вводила, песню заводила, про степного, слизного орла, про того, которого любила, про того, чем письма берегла. Фото на память, пожелание долголетия. Во время рейда были посещены семь домов сельсовета, на которых залили памятные таблички. К еще одной, а точнее к памятнику боевой славы были возложены цветы. Мероприятие, которое длилось на протяжении нескольких часов, принесло удовлетворение всем его участникам. Потому что все вместе они делали благое дело, оказав ветеранам не просто внимание, а реальную помощь. В нашем районе к этой акции присоединились все, кто только мог. Это и, конечно же, Совет ветеранов, это и профсоюзы, это и наш БРСМ, средства массовой информации. И, конечно же, как мы можем проводить такую акцию без районного совета депутатов. Все наши сельские советы – это непосредственные участники этой акции. Фирма «Посад», которая предоставила транспорт. Сегодня открытое акционерное общество «Горняк», который собрал такие хорошие подарки для ветеранов, которых мы посещали на местах. К нам присоединяется и Красный Крест. А вместе мы едины, мы сила, и мы можем многое. На очереди установление памятных табличек в Краснодворском и Октябрьских сельских советах. Акция продлится до 9 мая. Никто из ветеранов не должен остаться без внимания. Чтобы они долго жили и никогда не болели. И спасибо большое всем нашим ветеранам за наше мирное голубое небо, за солнце над нашими головами. Они – наша история и наша гордость. Нужно успеть им это сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok